Приветствую вас, любители вкусного и интересного! Рад видеть на канале Доброслав13. Сегодня приготовим простое, но очень вкусное блюдо. Побаловать детей вместо покупного фастфуда, либо себе приготовить что-то такого вкусненького, интересненького под просмотр кино, сериала или футбольного матча, для посиделок с друзьями, да и даже для просто обычного ужина. Быстро, просто и вкусно. Курочка! У нас сегодня на повестке дня куриное филе, и приготовим из него жареные куриные палочки. Можно их назвать куриные стрипсы. Это же модно, как в фастфуде. И ролик бы надо было назвать обязательно. Готовлю только так вкуснее, чем в KFC. Да что нам KFC, ростик и всякие вкусные точки. Мы сами с усами приготовим вкусно, просто и замечательно. Куриное филе, охлажденочка. Распуская его на полоски толщиной 1-1,5 см. Толстые куски не нужны, огромные куски не нужны. А вот такие вот небольшие полосочки. Есть такие кусочки удобно, жарятся они быстро. Все как мы любим. Если где-то есть какой-то жирок, остатки шкур у вас на куриной грудке, их убираем. Побаловать котов дворовых тоже дело хорошее. Можно, конечно, сделать и вот такие вот большие, здоровые, огромные куриные палочки или стрипсы. Здесь уж смотрите, как вам больше нравится. Кстати, а если порезать курицу вот такими квадратиками, то это уже будет называться наггетс. Филе грудки я порезал на полоски 1-1,5 см толщиной. Теперь пряности, соль, сахар. Все пряности и раскладки будут указаны в описании ролика. Ничего не упустите, ничего не пропустите. Здесь обязательно перец черный молотый, кориандр, имбирь, конечно же чеснок. Курочка с чесноком дружит просто-просто превосходно. Отправляем сюда. И соевый соус. Не концентрат, обычный, так скажем, столовый соевый соус. Уже разведенный, он даст определенную соленость. И, что самое главное, в соусе есть тот самый вкус умами, который сделает наше блюдо более вкусным. Основательно хорошенько перемешиваем, чтобы соль и пряности хорошо-хорошо распределились на каждый-каждый кусочек. И здесь смотрите, если готовить будем сразу, то как минимум на 1 час оставляем промариноваться куриные филешки при комнатной температуре. Если, например, вы заранее готовитесь, с утра порезали, замариновали, убрали в холодильник. Или, например, там с вечера подготовились, замариновали, убрали в холодильник, а на следующий день будем готовить. И тот и тот вариант рабочий. Если сразу, чтобы курочка прогрелась, нам было легче ее жарить, и чтобы лучше она промариновалась, оставляю ее просто при комнатной температуре. Пока курица будет мариноваться, приготовим с вами вкусный и интересный соус. Сюда, конечно же, подойдет отлично белый соус, который мы готовим на основании йогурта. Но я его уже показывал вам в предыдущем ролике про колбаски для жарки, колбаски-гриль. Кому интересно, оставлю ссылочку, пройдете, посмотрите. А сегодня приготовим томатный соус. Вкусный, добротный, очень интересный, который подойдет не только к этим стрипсам, к куриным палочкам, но еще много-много к чему. Повторите такой соус, он вам точно понравится. Соус я буду готовить на основе томатной пасты. Выбираем томатную пасту на свой вкус. Я здесь советовать не буду, потому что каждый раз разгораются споры, какая томатная паста вкусная, а какая нет. Небольшое количество растительного масла в удобном ковшике, в удобной миске, где вам удобнее будет его варить. И слегка обжариваем томатную пасту. Я всегда эту процедуру делаю. Мне так кажется, что получается вкуснее, уходит излишняя кислотность из томатной пасты, и ее вкус раскрывается вот именно во вкус хороших нормальных помидор. То есть становится такой томатный, помидорный соус. И нет вот привкуса томатной пасты. Буквально одну минутку обжариваем, и после этого жидкостью у меня будет выступать яблочный сок. У меня сок с достаточно такой характерной кислинкой. Свой домашний, если используете покупной сок яблочный, если он будет слишком сладким, а мы еще и вносим сюда существенное количество сахара в этот соус, то мой вам совет добавить 10-15 миллилитров яблочного уксуса. На финише уже попробуйте. Если кислинки вообще никакой нет, то внесите немножко яблочного уксуса. Так будет гораздо лучше, гораздо вкуснее. Постоянно-постоянно помешивайте. В этом соусе, как и в большинстве соусов, есть такой опасный момент, начинают появляться кратеры, и начинает по всей комнате он стрелять, если прозевали этот момент. Следующий компонент – это яблочное пюре. У кого есть маленькие дети, всегда в заначке есть яблочное пюре. Но, хотя мои дети выросли, мы, в принципе, тоже делаем заготовки яблочного пюре всегда. Оно много идет, где используется, и в разных соусах. Да и так съесть яблочное пюре всегда вкусно и замечательно. Ну, а если что, знайте, магазин рядом с домом, любой для детского питания хорошее яблочное пюре берете, без добавок, без всего. То есть яблоко здесь придастся фруктовость, такую приятную нашему соусу. Не отвлекайтесь, когда варите данный соус, главное не отвлекаться. Разошлось все в однородное состояние, вносим сахар. Сахар я использую здесь тростниковый, он все-таки дает определенный свой такой небольшой интересный привкус, и с ним получается интереснее. Нет тростникового сахара. Ну, первый раз сделайте без него, потом попробуйте с ним сделать. И сравните, и выберите, как будет вам лучше. На данном этапе соус достаточно жидкий. Пряности у меня здесь, это, конечно же, соль, перец черный молотый, имбирь и чеснок. Достаточно много чеснока. То есть такой, один из основных акцентов вкусовых, я здесь задаю чесноком. Хотите сделать острую версию, взрослую версию для любителей острого, Конечно же, соус шри рачу можно добавить, а можно просто добавить красный каенский перец, либо чили перец, и довести уже до нужной остроты, такой, какой нравится будет вам. И последним нашим важным компонентом здесь будет паприка. Ох-ох-ох-ох-ох, опять начал стрелять в соус. Вот видите, буквально на 5 секунд отвернулся, и он начинает бурлить. Хотя огонь самый-самый минимальный. Паприка. И по-хорошему взять паприку именно копченую, друзья мои. Тогда нашему соусу придастся еще и вкус копчения. И паприки прям вот душевно-душевно-душевно вносим. Все, баночка закончилась. Паприка придает, с одной стороны делает более ярким, насыщенным красный цвет, ну, а копченая паприка делает этот соус, ну, практически соусом барбекю со вкусом копчения. Соусов барбекю существует достаточно большое количество разновидностей, и этот, в принципе, тоже можно отнести к соусу барбекю без проблем. Можно подавать его не только, вот как я сегодня буду делать, со стрипсами, с наггетсами, с курицей. Можно подать его к шашлыкам, можно подать его к свиным ребрышкам, можно подать много к чему. Вы же у меня талантливый, сообразительный. Как только попробуйте этот соус, сразу догадайтесь, к чему еще его можно подать. Так, увариваем минут 5-7. Смотрите по желаемой консистенции, какая вам хочется, чтобы была у готового соуса. Учитывайте, что после остывания соус станет чуть-чуть более густым. На данный момент можно поправить соленость, остроту, кислотность. Уже здесь по своему вкусу. Ориентируйтесь, смотрите. Вот у меня сейчас получается сладкий соус с легкой-легкой кислинкой. Посмотрю, как будет увариваться. И, возможно, даже к своему яблочному соку добавлю еще миллилитров 10-15 яблочного уксуса. То есть кислинка здесь должна все-таки хорошо ощущаться. Он должен быть таким кисло-сладко-томатным с привкусом копчености. Пока на камере нажимал паузу, забурлил у меня соус очень интенсивно. И, конечно, тут все он не подзагадил. Ну, не беда. Тем более жена еще с работы не пришла. А у меня под рукой всегда есть антижир. Средство из профессиональной линейки бытовой химии OnlyDew. Отличное средство. PH 12 единиц, поэтому всегда с ним надо работать в перчатках. Сейчас уберу соус, перелю его в чистую банку. Он может храниться 2-3-4 недели без проблем. Но я уверен, вы съедите его гораздо-гораздо быстрее. Распылю по поверхности антижир. Буквально 30 секунд. После этого смываю, соответственно, чистой водой. Еще раз промываю, и никаких следов наших мелких преступлений не остается. Сейчас сезон грилей начинается. Отмывать гриль решетки, шампура. Да и даже ту же коптильню свою, когда особенно там какую-нибудь рыбу или что-нибудь жирное делаешь, жир много накапает. Вот такое вот средство, антижир, подходит отлично и превосходно. Тем более, что он лидью стоит за вот такой вот достаточно большой пузырек всего лишь 260 рублей за 600 миллилитров. Но учитывайте, PH 12 единиц, соответственно, на алюминий и хромированной поверхности наносить его не стоит. Нержавейка, керамика, плитка, духовки, эмаль, все что угодно отмывает на раз. Пойду я отмывать и наводить чистоту, а с вами увидимся чуть-чуть позже. Покупаю я его на Wildberries. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании ролика. 260 рублей, невелики деньги, а результат отличный. Все отмыто и сияет. Взял следующую кастрюлю, которую не жалко сейчас будет жиром заляпать. В линейке он лидью есть еще одно средство профессиональной бытовой химии. Это дезинфектор. Или по-умному, как это называется, средство от бактерий и запахов. Используется для кухни. Я вот когда работаю, постоянно обрабатываю дезинфекторами поверхности, чтобы все было чисто. Работаю всегда без перчаток. Очень часто использую его еще в холодильнике, при мытье холодильников. Буквально на медне прислал мне товарищ Вова Ерша Морского. Я часть съел, часть оставил в холодильнике и забыл его плотно завязать. Такие хорошие, мощные запахи от этой специфической рыбки были в холодильнике. Открыл, попшикал, протер. Все, никаких запахов, ничего нет. Едкой химозности никакой нет ни в дезинфекторе, ни вот в антижире. Да, это ощущается, что неблаговоние, но никакого резкого такого, что аж глаза слезятся, запаха нет. Что очень хорошо и приятно в наших бытовых условиях. Стоит, кстати, 130 рублей за такой вот большой флакон. Так что рекомендую, кому интересно, содержать холодильник, бытовую технику и рабочие поверхности в чистоте. Чтобы у вас никакая живность, нехорошие грибки, плесени не заводились. Чтобы не было ненужных запахов. Ну а мы переходим к финишному этапу. Курочка промариновалась, хорошая, ароматная, замечательная. В панировку я не буду добавлять пряности, специй, потому что уже сама по себе курица у нас пряная, промаринована хорошо. Соус достаточно интересного, яркого вкуса. И вносить еще в панировку что-то в данном случае нет никакого смысла. Вот она курочка запанированная. И теперь последовательность действия будет какая? Мука обычная, пшеничная, льезон из яйца и молока. И сухари. Сухарики я использую, друзья мои, сухари панка. Очень классные и замечательные. Рекомендую вам к ним присмотреться. Они дают очень классную хрустящую корочку. Вот те сухари, в которых обжаривают креветка, в панировке бывает, вот из азиатской кухни. Классная штука, очень удобная. Не надо никаких там ни чипсов ломать, ни хлопья кукурузные. Все это какое-то мракобесие, как по мне. Вот взяли панка и результат прекрасен. Погнали! Мука, льезон. И, соответственно, основательно хорошо в сухариках обваливаю наши кусочки курочки. И выкладываю на удобную поверхность. Сейчас подготовлю штучек 6-7-8 по площади кастрюли, в которую буду жарить. По поводу жарки. Масло обычно растительное, рафинированное, дезодорированное. Желательно налить его, чтобы полностью оно покрывало наши кусочки. То есть, если у нас кусочки где-то 1,5 см, самые большие, то есть 2 см толщину наливаем. Жарить буду на температуре 170-180 градусов. То есть, не надо пережаривать. Стрипсы или куриные палочки запанированы. Смотрите, какие они яркие, нарядные получаются. И приступаем к их обжарке. Вливаем масло. Разогревать можно изначально на максимальной мощности. А потом в дальнейшем это должна быть где-то у вас приблизительно 1,3% от мощности. Уже смотрите по своей конкретной плите. То есть, не нужно кочегарить на максимальной температуре. Это приведет к тому, что быстро будут очень сгорать. Можете взять термометр или пирометр и контролировать температуру. 170-180 градусов, не выше. Самый отличный вариант для обжарки вот таких вот стрипсов. Одна-полторы минуты, если переворачиваете. Если не переворачиваете, полностью у вас все погружено под масло, то, соответственно, в среднем жарятся они 2-2,5 минуты. При вот такой вот толщине, в среднем, сколько здесь получилось у меня, от 1 до 1,5 см. Учитываем, что это куриная грудка, ей много не надо. Можно вот вставить там зубочистку или пинцет, вокруг него пошли такие вот пузырьки. Значит, все готово, можно приступать к жарке. Температура достигнута. Вот так выкладываем всю курочку и обжариваем. Не старайтесь максимально много сразу закинуть в сковороду или в кастрюлю, где вы обжариваете. Температура масла будет резко падать, процесс замедлится, и вам будет казаться, что вы делаете все гораздо быстрее, а в реальности будет получаться, наоборот, медленнее. Тут же пара бумажных полотенец, готовые стрипсы будем выкладывать на эти полотенечки. Вот и готовы наши куриные палочки или стрипсы-наггетсов ВИЧ. Как их ни назовите, такая яркая панировка. Здесь уже степенью зажарки сами регулируйте, кому как нравится. Красотища и в соус томатный, вкусный. Ай, сейчас будет вкусно, сейчас будет очень-очень вкусно. Да еще и под бокальчик замечательного напитка. Порядок навел, чистота, все сияет, блестит. Семья с работы, из школы, с садика пришла. Сейчас сядем смотреть какой-нибудь интересный фильм или сериальчик. Давайте попробуем. Пока мои меня ждут, а я вам расскажу. А? Слышите, какая хрустящая корочка? Аромат жареной курочки, ничего такого сверхъестественного здесь нет. А вот внутри уже мясо такой вот, да, ароматик, имеет каких-то пряностей. В чистом виде сначала. Очень нежная, очень сочная, несмотря на то, что это куриная грудка. Хрустящая панировка задает здесь тон, потому что когда вот что-то такое хрустит, интересное, всегда разыгрывается аппетит, и такие продукты нравятся гораздо-гораздо больше. И с соусом. Красота. Красота и вкуснота. Достаточно просто, никаких заморочек, ничего такого сверхъестественного, невозможного. Классный, замечательный продукт получается в итоге. Друзья мои, а напишите, пожалуйста, мне в комментариях, порекомендуйте какие-нибудь фильмы или сериалы, которые можно посмотреть всей семьей. Вроде выбор большой, а что посмотреть, даже не знаю. За вас, друзья, пусть все у вас будет хорошо, чудесно и замечательно. Хорошего весеннего, позитивного настроения вам, вкусной еды и побольше ярких эмоций. За вас, друзья. Красота. Соус кисло-сладкий. Такой вот он вроде сладости, томатности и кислинка легкая. Вот обязательно этому соусу задавайте кислинку. Если и сока не хватает, обязательно непременно уксусом поправьте кислоту. О, пять с половиной шести этому блюду. Почему не шесть? Потому что самое вкусное, как всегда, впереди. Пошел я к семье, а то они меня заждались. До скорых новых встреч, друзья. Пока-пока. Скоро увидимся.